Вы смотрите новости на канале RTVI. Сегодня нью-йоркские любители марихуаны вздохнули с облегчением. Мэр Билл Деблазио и глава городской полиции Билл Бреттон объявили о новой политике наказаний за хранение этого наркотика. Уже в скором времени, следом за задержанием, горожанина с небольшим количеством марихуаны на него не будут надевать наручники и отправлять в КПЗ. Вместо этого нарушителям будут вручать повестки в суд, после чего их ожидает денежный штраф. Понятие «небольшое количество» определено. Это 25 граммов или меньше. В случае, если человек задержан курящим, каннабис в общественном месте, арест будет произведен. Тоже ожидает и граждан, на которых выписан действующий ордер на арест, а также у кого стражи порядка найдут марихуану до 25 граммов, но при этом, которые не смогут предъявить удостоверение личности. Для того, чтобы все могли понять, сколько это 25 граммов марихуаны, это примерно вот столько. Это небольшое количество. Сколько сигарет можно сделать из такого количества, зависит от того, сколько вещества вы завернете в одну сигарету. Ну, примерно можно подсчитать. И чтобы не было недоразумений, это душица. Я люблю эту приправу на пицце. Еще раз, это не марихуана, а душица. Я использую ее сейчас просто, чтобы продемонстрировать, как выглядят 25 граммов травки. Если хотите, можете понюхать. Новая мера будет официально зафиксирована в документах уже завтра. А действовать директивы начнет с 19 ноября этого года. Послабление стало результатом усилий нового мэра сократить число арестов за мелкие преступления, связанные с хранением небольших доз марихуаны. Согласно официальной статистике, несмотря на примерно равное число случаев употребления травки представителями всех рас, 86% связанных с каннабисом арестов в Нью-Йорке – это аресты афро- и латиноамериканцев. Снижение межрасовой напряженности и повышение доверия населения Большого Яблока к полицейским была одной из главных задач новой городминистрации Деблазио и комиссара Бреттона в частности.